В рамках 34-го чемпионата Европы по традиционному каратэ в кампусе МГИМО состоялось сразу два соревнования. Шестой детский кубок Европы и первый кубок Европы по традиционному каратэ среди любителей, не имеющих черных поясов. Впервые в практике Всемирной Федерации Традиционного Каратэ оба европейских турнира проводились по особой системе, для которой важен не возраст, а технический уровень каждого спортсмена. Мы впервые здесь делимся интеллектуальным продуктом, одобренным руководством Всемирной Федерации Традиционного Каратэ к использованию на своих чемпионатах. Я думаю, что следующим фактом будет использование его в рамках чемпионата мира, а не в рамках чемпионата Европы. В соревнованиях детского кубка участвовали спортсмены в возрасте до 14 лет. Самыми маленькими участниками стали пяти-шестилетние каратисты. На каждом татаме присутствовало по четверо судей, которые оценивали способности выступающих, а также помощники, которые координировали детей и родителей в случае каких-либо затруднений. Подводя итоги спортивного события, президент Объединенной Федерации Традиционного Каратэ до России Павел Черноусов отметил, что участие в каждом из турниров стало не только почетным, но и по-настоящему полезным для каждой национальной организации члена Объединенной Федерации. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».